ребят всем здравствуйте сегодня у нас рецепт приготовления яичницы я скажу честно что до всей эпопеи которая происходит сейчас во всем мире я ходил с утра в одно грузинское заведение где подавали вот так эту яичницу я очень вдохновился мне очень она нравится она стоила недорого потом все закрылось и я понял что у меня начинается ну извините зажжение ломка по что я хочу вот этого это очень вкусно и я начал экспериментировать дома довел до это некое сочетание хачапури по-аджарски при этом немножко это смахивает на такое блюдо который израильская яичница который называется шакшука это все соединяется и получается вот это давайте покажу рецепт начнем разумеется с приготовления теста и тут вдруг подумайте что с утра вставать и тесто для завтрака ребятки родные это можно на вечер приготовить не обязательно с утра просыпаться перед работой за семь часов и готовить это короче 300 грамм муки сказать точное количество жидкости в моем случае это просто вода очень сложно я думаю это где-то 250 миллилитров все делается по замесу вода у меня теплая не горячая именно теплая я сюда добавляю немножко соли вот столько чуть-чуть а также идет сахар сахар поможет дрожжам лучше работать где-то чайная ложка также две чайные ложки быстродействующих дрожжей и вот здесь вот здесь мы с вами все это перемешиваем так как я знаю пропорции уже которые мне нужны поэтому я понимаю что этого хватит теперь мы сюда берем и выливаем можно потихоньку это делать чтобы перестраховаться да я на пределы обычно как я заливаю не все оставляю чуть-чуть и начинаю в аккурат все вмешивать дальше подключаем руки и начинаем вымешивать тесто дополнительно я ничего не добавлял все вымешивал посмотрите обратите внимание на тесто вот он не липнет к рукам она очень нежная мягкая все скатали все это в шарик теперь я настоятельно рекомендую добавить немного масла не первый раз я рассказываю как я люблю чтобы тесто настаивалась быстренько я разогреваю духовой шкаф до 35 градусов немножко открываю выключаю все немного проветриваю и после этого кладу единственное самое главное что на использую может быть полотенце либо я не знаю пищевую пленку например чтобы это все дело не заветрилось и оставляем здесь где-то минут на 56 она сейчас подойдет и будет то что надо пока можно спокойненько попить чаю заняться своими делами например по поводу попить чая сегодняшний наш спонсор это компания redmond их техникой я пользуюсь очень часто и где-то полгода назад я обзавелся умным чайником sky китл умный чайник что это такое зачем это нужно сейчас расскажу управление у чайника sky китл может быть ручным то есть ну как мы с вами все привыкли подошли нажали все нагрето все идеально но есть вариант использования приложения смотрите зашли в приложение ready for sky через это приложение можно управлять всей умной техникой от redmond я скажу вам честно я любитель чая я раньше всегда запаривался пакет я кинул все не на самом деле если глубоко копнуть эту тему то для чая определенная нужна определенная температура здесь ее можно выставить то есть например зеленый чай лучше всего запарить 75 градусной водой да если черный чай то это сто процентов это можно все регулировать через приложение либо здесь есть специальные кнопки где можно это выбирать sky китл может нагреть воду без кипячения с точностью до 1 градуса если у вас жесткая вода то функция smart boil поможет отрегулировать интенсивность кипения воды жесткую водопроводную воду стоит кипятить дольше чтобы сделать ее мягче это также влияет на раскрытие вкуса и аромата чая еще одна удобная фишка это управление чайником через смартфон что это значит вы сидите в соседней комнате со своей красотулечкой смотрите фильм она маленький мой сходи поставь пожалуйста чайник ты такой берешь телефон показывает что ты альфа самец нажал все правда ребят я реально сам стал пользоваться это действительно очень удобно также есть возможность подключения голосовому ассистенту например вы сидите алиса поставь чайник она берет ставит вы подходите все это наливаете приложение очень круто сделал момент расписания то есть я не знаю как вы просыпаетесь с утра для меня это страх и ненависть как это происходит я всех ненавижу мне очень сложно то есть я просыпаюсь 8.30 в 8.45 я понимаю что вода у меня уже будет горячая мне надо встать быстренько выпить чая съесть бутерброд и все ок казалось бы мелочь но поверьте ты к ней привыкаешь и это уже действительно кажется чем-то необходимым также в чайнике есть подсветка это очень симпатично смотрится я вам скажу так я как-то первый раз ночью пошел воды попить я прохожу мимо чайника я понимаю что у меня такое чувство что приземлился какой-то нло ну правда на самом деле удобно зрительно ты понимаешь да что если вот сейчас то здесь зеленый свет стоит это значит что если я включу чайник отсюда когда он будет красный то есть каждый цвет показывает температуру который это можно все кастомизировать под вас хотите чтобы у вас оранжевый значил что горячий пожалуйста все приложение все очень удобно организовано ребята дают промокод грильков который даст вам скидос на сайте ссылки будут в описании вот такое количество ингредиентов нужно для не очень простой яичницы ребят теперь все это готовим по красоте что мы делаем на сковороду добавляю небольшое количество масла и правда немного надо и первым на прожарку у нас отправляется лук лук нужно нарезать мелко дальше можно экспериментировать я пришел к мнению что вот такие колбаски это не охотничь они стоят больших денег я использую их здесь где-то пять штук можно использовать сосиски я делал с сосисками получается хорошо дальше это уже по вашему вкусу сейчас пошла пора нормальных цен на овощи я использую болгарский перец здесь две небольшие штуки если вдруг вы не любите болгарский перец вы его не добавляйте можно например грибов сюда забахать и вот уже вместе с этим мы все это обжариваем какие бы томаты замечательные не были я люблю использовать чит-код томатная паста немножко вот смотрите 2 чайные ложки немножко сейчас прогреем здесь и вмешаем в овощи томатная паста здесь идет как знаете такой некий усилитель вкуса а вот теперь его величество томаты я кстати кожицу не снимаю потому что она всего тушится будет хорошо здесь четыре штуки нарезаны кубиками вместе с всей влагой пошли то сейчас будет все у нас томится я забыл сказать что 67 минут мы томим на низком огне посмотрите жидкость есть появилась вот теперь я увеличиваю огонь и вот сейчас мы будем выпаривать но в этот момент мы с вами будем заниматься вкусовыми составляющими я добавляю себя соль но немного не забывайте колбаски достаточно соленая это нужно будет делать все по вкусу томаты дают немного кислинки и может быть надо будет добавить сахар я попробовал понял что мне сахар здесь необходим в размере двух щепоток и вот сейчас сюда идет три зубчика чеснока и немножко халапеньо можно использовать обычный какой-то острый перец который вам нравится ну и немного добавим свежемолотого перца и вот теперь это все перемешиваем и ждем полное выпаривание всей жидкости а вот чеснок он будет именно такой как мне надо он на даст аромат но не будет такой знаете жухленькой сейчас можно попробовать и добавить если что еще сахара соли вот до такого мы довели овощи но это идеально чтобы ничего не поплыло теперь оставляем пусть остывает мы с вами будем заниматься тестом вот она тесто давайте посмотрим что с ним случилось а с ним случилось то что очень хорошо предварительно я добавляю немного муки кладем сюда теперь смотрите я понимаю что мне из этого нужно сделать 4 яичницы условно да давайте поделим соответственно на четыре части с каждым куском отдельно работаем смотрите начинаем вначале можно руками здесь идеальнее всего это сделать прямоугольник я решил все таки сделать не 4 маленькие а 3 нормальные чтобы наесться понадобится сыр я готовился до этого всегда с российским сыром либо с голландским в этот раз взял сулугуни было паскидосу почему бы не воспользоваться сыром засыпаем полностью все не очень много обратите внимание у сыр начинается прямо вот отсюда что мы делаем мы берем и всю эту красоту я сейчас буду куда бред нести я начинаю вкатывать в борт представьте это будут бортики очень вкусные которые будут сыром ведем до середины с второй стороны делаем то же самое к центру берем противень пергаментная бумага сюда кладем немножко формируем чтобы у нас это все поместилось что она сейчас ну вы сами тащили делаем вот так после чего спокойненько с вами вот так вот открываем лодочку и вот сюда у нас с вами пойдет замечательная начинка ну а теперь осталось снабдить это все начинкой берем и красиво вот так вот распределяем не очень толстым слоем возьмем желток и для красивого цвета здесь аккуратно вот превращаемся в художников да мы с вами должны окрас сделать хороший у нас еще одна естественно получилось просто на противень она уже не помещает ну а теперь непосредственно придет не обращайте внимание был на улице у нас просто льет ливень красота лето началось ребята здесь очень важно приготовление сейчас скажу как для моей духовке ума у вас может быть немного по-другому разогреваем ее до 200 давайте так от 220 до 240 градусов чем жарче тем лучше потому что нам нужно чтобы все это схватилось ждем где-то от 9 от 8 минут до 11 вы поймете когда вы увидите что сыр а он пойдет зараза наверх это же вы же понимаете сырочек так вот когда он пойдет наверх начнет вот это вот такие вот как вулкан знаете вулканическая реакция происходит вот это все достаете и дальше покажу что будем делать прошло 10 минут ребята теперь аккуратно посмотрите вот такую делаем небольшую ложбек какая ложбинка алексей чё ты мелешь вообще ой как овощами вкусно пахнет черт возьми короче берем и сюда отправляем яйцо вот так вот и еще оставляем в духовке минут на 5 на 7 важно чтобы желток был желтком а белок полностью взялся цитаты оставляем это оставляем в утром ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока это все горячее, давайте пробовать! Как я себе это представил? Огромное спасибо! Пусть это будет реклама, есть такое заведение в Петербурге, хачапури и вино. И вот там с утра подавали такое. Я лишился этого. Это не на утро, это не про историю перед работой встать, поймите. Это же не то, что это можно на ужин сделать, например, да? Или, может быть, вы, в принципе, делаете хачапури, да? И можно парочку сделать вот таких вот. Блин, уже сырочек слегка не тянется. Это можно вот так вот аккуратно. Красота! Внизу еще сыр. А вообще, как там подают, там нарезают вот на такие куски. Ну, я сейчас один сделаю, типа, знаете, на проверку. Вот так берется. Ларежка пошире. И погнали, ребята! Нет ничего вкуснее домашней выпечки, честно. Решили концовочку все-таки записать на улице, потому что на студии очень жарко. И пока мы все это готовили, от духовки идет жар. На улице дождь, но в этом что-то есть. Ребята, родные, я прекрасно понимаю, что многие посмотрят и скажут, что, боже мой, зачем усложнять себе так жизнь? Ну, правда, обычно есть, что с ней можно придумать? Но здесь вы получаете большое количество овощей, подкопченые колбаски, которые вкус остается. И он прям, скажи, с колбасками офигенно. Второй момент, это булочка свежая. То есть можно макнуть вот этот жижик волшебный. Я все время вам об этом говорю. Поэтому, мне кажется, такие рецепты должны быть. И вот с точки зрения есть замечательное блюдо. Я очень его уважаю. Называется оно хачапури по-аджарски. И Наташка часто делает. Правда, это заходит всегда на ура. Но здесь же можно... Вот, ну, собираетесь вы готовить хачапури по-аджарски? Ну, сделайте немножко такой зажарки. Ну, попробуйте, поверьте мне. Это зайдет, потому что аромат. Сейчас овощи все будут свежие. Ну, как вы, я надеюсь, что будут. Если, например, вы любите сильную остроту. Я не буду рассказывать, что можно добавлять. Естественно, шрирачу, либо какие-то другие вкусные острые соусы. По небольшим советам. Ребята, когда вы достали уже из духовки, вот у вас постояло где-то 10 минут, может, 9 минут яйцо. Сколько его до запекать? В моем случае хватило 5-6 минут. У всех разные духовки. Проверяйте. Но не забывайте, следующее правило, что когда вы все это вмешиваете, белок из-за того, что овощи тоже горячие, он возьмется. То есть не передержите, и очень важно, это чтобы желток был такой жидкий, он размазывается. Ну, вы сами понимаете, макнуть туда. Блин, мне кажется, я единственный человек, который с такой радостью может разговаривать про еду. Ребята, если понравился данный видеоролик, разумеется, пробиваем палец вверх, если нет, палец вниз. С вами был, как всегда, Лех Грильков. Подписка на канал у нас выскакивает обычно где-то. Вот здесь ссылка на Инстаграм и Вконтакте будет, как всегда, в описании. До вкусных встреч, пока!